Так, ну что ж, дамы и господа, возвращаемся, продолжаем. Team Empire против Power Rangers. Это первый матч в Best of 3. Плей-оффа. CS CarNash 2014. В предыдущей серии у нас была просто замечательной. Посмотрим, что будет здесь. Сдержались мы немножко, конечно, по расписанию. То есть уже примерно на 50 минут мы отстаем. Игры были весьма долгие. Достаточно выматущими, как для игроков, так и для кастеров. Но, несмотря ни на что, продолжаем. Empire. Банит Алхимик и банит Бэйн. Берут себе сразу же Crystal Maiden. А Power Rangers банит Виномастера Инвокера. Ну и пока что думают над первыми двумя пиками. Очень интересно, что здесь объявится. Ну, кстати, пока смотрели мы матчи, там вышли пачноты на 6.80. То есть, кому интересно, можете посмотреть на сайте dota2.com. Там же все интересно. Мне уже самому даже не терпится пойти все почитать. Но, к сожалению... Мы здесь заняты матчем. Ну, в принципе, не то, чтобы, к сожалению, очень приятно смотреть. Такие вот занятные, агрессивные игры. Появляется визаж, появляется луна для Power Rangers. А Empire берут Никса. Никса Ассасина. Начинаются баны. Ну, как видно, перешел. Перешел стенден из прошлого матча в этот матч. Достаточно странно такое видеть. Тем не менее, Power Rangers уже написали в Твиттере, что у них товарищ болеет. Уже который день. И из-за этого заменяет его, как выясняется, хвост. То есть, это хвост все это время играл. Сейчас посмотрим. Что он будет нам показывать. Луну опять берут ему. Комфортно весьма для него героя, как я понимаю. Ну, и что же банить Empire? Визажа не видит. Нужен какой-то еще саппорт, который будет всех поцеплять. Но решили начать с оффлейнера. Банить Фуриона. Power Rangers наоборот видит, что есть Crystal Maiden и есть Nyx. Nyx может быть саппортом, но, как мы знаем, маг очень часто в последнее время, можно даже сказать, практически все матчи на этом турнире, у нас стоял Nyx'ом Hard Lane. То есть, скорее всего, будет еще один какой-то саппорт. Nyx будет Hard Lane, ну и возьмут кого-то на мид, кого-то... какого-то кэри. Банит Лайфстилера. Power Rangers. Power Team Ban. Последний Ban Empire. Интересно, продолжат ли они по Hard Lane? То есть, есть ли еще какие-то неприятные для них персонажи? Большой вопрос. Стоит ли им подумать про саппорта? Они понимают, что саппортов достаточно много, очень важных. Очень удобных. То есть, это и Shadow Demon, это и... джанглеры, то есть, это и Enchantress, это и Чен. Есть Рубик, то есть... Всех не перебанишь. Ну и Power есть минуты на размышления, сейчас подумают. Знаю, что... Надо брать еще в мид кого-то, то есть... здесь... с одними оффлейнировыми саппортами дело не ограничится. Ну, как видно, раз они зашли, так... Забали начать профит, похоже, опасаются они каких-то ранних пушей. Клокерка все-таки банит. То есть, меня сейчас интересует, появится ли здесь Погна. Ну, визаж Погна. Можно взять еще и джанглера. Луна опять две тауры поможет, и вышки можно будет очень быстро продавливать. А пока последний бан от Power Rangers. 5 секунд remaining. Банит Вира. Понимает, Power Rangers что? Какой-то кэри остался для Эмпайра. У самих, конечно, есть кэри. Можно было не бояться. То есть, что отберут у них какого-то героя, но в то же время играть против Ластилера, против Вира очень неприятно. Одного не убьешь, второго не поймаешь. В принципе, тоже не убьешь. Если все правильно отыгрывать. Ну и Power Rangers, визаж у них есть. Посмотрим, будут ли брать саппорта третьим пиком, либо же сейчас сразу покажут оффлейнера. В общем-то, не удивлюсь, если появится Doom. Там же пошли шуточки. Про переходящую стендейна хвоста. Ну, действительно, странный такой немного момент, что за одних поиграл, за других поиграл, но у нас правый турнир четко описывает, что стендейнов можно использовать в критичных ситуациях. Как я понимаю, критичная ситуация в релаксе, что у них там капитан команды чуть ли не на революцию уехал. Ну, какие-то у него проблемы в связи с ситуацией с страной. То есть, Кси не стал играть. Не играет в последнее время. А Power Rangers просто товарищ заболел. Рубик. Ну, Power Rangers взяли Рубика, Рубик визаж. Неплохо паромит, но и в то же время лейн очень сильный. То есть, можно, в принципе, с луной втроем прибегать куда-то. Например, на топ к гирокоптеру и пытаться этого самого гирокоптера убивать. Empire показались его кэри. А Power Rangers остался только оффлейнер. Остался кто-то на мид. Я уже говорил, что не удивлюсь, если объявится дом сейчас, но на мид кого-то. Например, того же самого пака либо шторма можно будет взять. На шторме SXC, насколько я помню, неплохо у нас отыгрывал в предыдущих матчах этой команды. Ну, пока раздумывают. Видит Empire, что лейн очень сильный. То есть, возможно, как-то они будут пытаться дурить по лейнам. Пытаться как-то водить за нос Power Rangers. То есть, может, гирокоптера куда-то отведут, либо посильнее возьмут саппорта. Попробуют избежать боевой трилейна. Но не факт, что будет на самом деле боевой трилейна от Power Rangers. То есть, Робик Визаж. Лучше их не приковывать к топ-лейну. Не пытаться убивать гирокоптера, хоть это и можно сделать. Это достаточно выгодно. В то же время можно луне дать просто соло-фарм, соло-опыт. Погонять там хардлейнера, но и в то же время на отпулах дополнительный опыт заработать. То есть, третье уровне. Чем быстрее появятся саппортов, тем быстрее они смогут ромить. Если к тому времени они будут приклеены к лейну, это не самый лучший вариант, может быть. 20 секунд Power Rangers. Джаггернаут. Вот уж, кого мы давно не видели. Диа-тим-пик. Ну, давайте подумаем, куда она отправится. Можно ее отправить в принципе в трейлейн как раз. То есть, визаж и робик джаггернаут, а луна стоит соло и получает опыт. Либо же можно ее отправить, собственно, на мид. Это тоже мы часто видели. То есть, джаггернаут фармить Блэйдфири. Если проблемы ставит хилингвард, бутылка отпивает себе мана, отпивает хп, проблем обычно на таких джаггернаутах не бывало. То есть, чем быстрее он получит свой шестой тема это будет выгнеть. скорее всего, все-таки это какой-то соло джаггернаут. Так, ну, Эмпайр. Эмпайр нужен саппорт. Кристалмейден есть. Можно взять какого-нибудь чена, просто все выхилишь, брать крипов, чтобы эклипс по ним расходился и так далее. Летела он не слэш, то есть, я не удивлюсь, если как раз что-то в таком духе появится. что-то с амонами дополнительными. Будь то чен, будь то энчантрис, будь то кто-то еще. Появляется дарксир, дарксир взяли на хардлейн. Хотя, ну, тогда они их саппорт получается, то есть, маг все-таки на дарксире пойдет оффлейн, а не касается сделать саппортом. Ну, тоже вполне вариант. Так, ну и пошли последним баном, пауэрэнджерс. Смотрит, кэри есть. Никс, ну, можно его, конечно, на мид поставить, достаточно рисковое это предприятие, не факт, что он реализует себя. Нужно очень активно, очень агрессивно все ганкать. Если стоишь на миде, Никс Асасина оправдывает. Соло-опат, соло-фарм. Я ожидаю, что все-таки, да, банит шторма, то есть, кто-то на мид еще нужен. Последний бан эмпайр, они видят луна, джигернаут. В принципе, любой из этих героев, что луна, джигернаут, может оказаться на миде, то есть, наверняка не сказать. Любой из соло-лейнов им подходит. И в то же время, оба из них могут и в трейлейне постоять, но на всякий случай банит пака эмпайр. Бестмастер. Вот так. Стак аур, то есть, это аур луны, это аура бестмастера. И в то же время, очень надежный, очень неприятный дизейбл, который, напомню, пробивает блокимбар. Давненько мы этих персонажей не видели, у Power Rangers очень интересные драфты. Игру за игрой. Наблюдать за ними занятно. Эмпайр, задумались. Думаю, что делать. Бестмастер, конечно, может он похардлень, можно его в мид поставить. Здесь по-разному можно совершенно лайн собрать. Power Rangers расставить все так, как им нужно. То есть, у них все здорово. Атол Дивар все-таки появляется. То есть, план такой, что Атол Дивар будет прятаться с того, на кого крикнул бестмастер, но дальше уже будет действовать по обстоятельствам. Тимфайт потенциалу у Эмпайр достаточно. То есть, есть и колдаун. Есть и саппорты с огромным количеством дизейблов. Будет стягивать всех. Дарк Тир Вакуум и подобие. В принципе, все выглядит неплохо. Так, ну а мы же смотрим Страна Радиент, Power Rangers, Зэкси, Луна. То есть, Луна действительно отправляется на мид. Как я и говорил, такое может произойти. Хвост Джаггернаут, J4, на аэробике сети. Бестмастер, ну и ФНГ на визаже. Все скупились. Бестмастер все-таки будет оффлейнером, Джаггернаут некоторое время пофармит. Посмотрим, что он там вынесет с лейна. Будет ли это огоним первым слотом. Ну а с этой стороны Empire Resolution от Aldivar отправится на мид. Вот он оффлайн, X-Assassin, маг, Карлейн, Дарк Сир. У нас скоро Кристал Мэйден, но идет Сайлент. Летит на Герокоптере. На герокоптере. Пожелали друг другу удачи. Так, ну посмотрим. То есть лейны более-менее непонятно. Бестмастер будет пытаться получать опыт, будет бросать лепарами по крипам, будет пытаться сделать себе отпулы. Посмотрим, чем будет заниматься Дарк Сир. Вон маг даже на всякий случай спросил, на Рошана либо все, либо нет. Ну действительно, пошли смотреть. Учитывая, что столько ауру, Рошана вполне реально было забрать. То есть первым Хеллингвардом просто Рошана затыкать. Разбегается уже по лейнам. Ну и посмотрим, здесь основные таймники, как быстро появится Мекка у Дарк Сира, как хорошо им дадут пофармить, дадут ли им пофармить вообще. Ну примерно такой же вопрос у Бестмастера. То есть скорее всего Бестмастер будет делать Мекка, но Мекка не так критична Пауэррэнджер, что у них будет Хеллингвард от Джаггернаута. Убегает на мид луна. Рядом еще и визаж. Сразу Резолюшн луну прячет, получает бонусный урон, но визаж приглядывает. Такой до лейн мид. Вот уж чего мы давно не видели. Похоже, так и будут они стоять здесь все это время. Таким образом Салент против Бестмастера будут стоять пока что Соло. Пока Саппорт Эмпайр пытается понять, что происходит. Как и на Кристалмайден выдвигаются в сторону Меда уже. А с этой стороны уже практически погибает Мак. Мак уходит в деревья, деревья поедает. Пошел Круголя. Здесь Крип все заткнул. Не пройтись совсем Магу и Мак хоть он успел от пиццы. Тем не менее проблема уже хвоста. Хвост проседает очень сильно от Айншел. Крип его все-таки закрывает. Буквально последний удар остался. Мак догонит ли? Навряд ли он его догонит. Там и Крип мешает и так далее. Переходят еще Крипы. Ковыряет хвоста, но тот съел уже Танго. Очень опасный был момент для обоих товарищей. Разглада здесь не случилось. Тем не менее разбежались и вроде бы живут. На мид переходил к Ристал Мейден, но похоже Резолюшн сказал, что у меня все неплохо, лучше нафарми на Ауру. И Резолюшн в итоге так и погибает. Визаж все-таки плюнул. Луна дала Лисун Бим и этого оказалось достаточно. То есть замедление Лисун Бим Грэйв Чилл. Лисун Бим Соло Самшн и это все работает. Как выяснилось, с Кристал Мейден нужно было все-таки держаться поближе. Но не факт, что она помогла бы. Резолюшн себя повел немного смелее, требовалось, скажем так. К хвосту начинают приходить Айншеллы. Дарксир уже получил второй. А Бистмастер поздоровался с Кристал Мейден. Кристал Мейден ходил оставить сюда вард, потому что Бистмастер может так от себя своими топорами потом все это дело фармить очень быстро. Получает себе опыт. Бесплатно, можно сказать. Так, находит мага. Замедляет, но маг убегает. Там станов пока что нет. Однако на перехват бежит Рубик. У Рубика маловат хп на самом деле, но Айншелл пока что первый уровень, то есть в принципе не так и страшно. Рубик поднимает действительно мага, немного от него проседает. Маг, разворачивайся. Откатывайся. У меня Сурш летает со сам, потому что последний удар и все-таки убивает визаж. ФНГ уже второй килл получает. Как-то он прям-таки на максимуме рейнджа, можно сказать, последний автоатаку успел зарядить. У вас уже третьего здесь. Бистмастер приходит, смотрит на отпулы, тоже получает немного опыта. Тоже уже третий уровень имеет. Ну, как я понимаю, дальше надо приглядывать перед саппортами Power Rangers Рубик с визажом. Уже достаточно много опыта заработали. Пейзаж в принципе третьего. Они много перемещались. Все это все вовсе неправда. С опытом у них все не так здорово. Приглядывали они там сначала за луной, потом по лесам бегали. Герокоптера Фейсбутс. Ну, посмотрим, получится ли убить Бистмастера. Такой вот большой вопрос до его ультимейта. Потому что как только он ультимейт получит, он уже будет бегать со всей командой и просто по колдану этим ультимейтом в кого-то крещать, кого-то убивать. Салент немного пострадал у нас от вышки. На медиа резолюшена 10 скрипов, 9 денаев. Зекси 12 скрипов, 6 денаев, но в то же время ассист имеет. И приходят опять саппорты. Опять с Кристалмейден джанглит неподалеку. Резолюшен думает, что делать. Листинбил он получает. И просто его приподняли. Скорее всего даже успевает нажать астрал. Думал не успеет, но это не сильно поможет здесь с Аурой урон хватает. Третий кило зарабатывает визаж, визаж 3-0. Ну и 3-0 собственно счет на карте. Тем временем здесь пытается убивать бестмастера. Бестмастер убегает все-таки, отбивается с Альвей. Торопится визаж на хейсте, можно кого-то подловить. Вот он находит здесь, флай сбивает маклэрити, замедляет, размахивает с флай, но флай понял, что не стоит так делать. Он заряжает соло-самшн, но соло-самшн буквально 3 мана не хватило, то есть можно было даже попробовать что-то как-то вбросить. Визаж опять приходит на мид. Его задача заставить волноваться резолюшн, заставить его вести себя аккуратно, и луна таким образом получает более легкий фарм. Здесь соло-ринку мага. Маг уже 5-го. Третий анш, второй сурш. Пост тоже 5-го, скоро появится у него ультимейт, скоро появится омнислэш, посмотрим, будет ли он куда-то перемещаться сразу. А визаж продолжает патрулировать мид. Замедляет, плюс нбим, но плюс нбим маны просто нет. Как-то вручную пытался заиксить, заковырять резолюшн, но это было бы слишком нагло. Просто здесь неприятность, да? Крипов с аншами спокойно убивает. Мисмастер начинает отправлять свою птицу, видит он кристалмейден здесь. Кристалмейден выходит, несмотря на то, что видели, дает, замедление дает фростбайт и санис, эклипсен, резолюшн, все это просто всплющил, уничтожил. Герокоптер, тем временем, успел получить свой ультимейт. Шкван доделал, принял себе брейсер, то есть, если сейчас ультимейт удачно используется, можно попробовать убить бестмастера. Вот как раз на помощь торопится флай и товарищ ванскор. Но сам справляется герокоптер, добивает он все-таки бестмастера. Бестмастеру всего ничего, буквально пару крипов ему оставалось до его праймерора, до его ультимейта. Он все-таки погибает. А здесь параллельное нападение на Дарктира, похоже. Приглядывается к нему Рубик. А товарищ со смоком, смоки они так остались, прилетает обратно в бестмастере и похоже погибнет сейчас во второй раз. Чтоб он не погибл, здесь кристалмейден. По пути праймерор, все-таки успел получить ультимейт, как ни странно, прячет кристалмейден. У всех очень мало хп, здесь пора бежать всем со стороны импайр, появляется буквально один спелл и приходит за Экси. Вот кого не хватало, пошел Эклипс, Эклипс расходится по всем еще убить резолюшн, даблокил уже получает, буквально один удар остался, как видно у нас фейсбудс, но есть Астрал, Астрал помогает. Разломали все деревья в поисках Салента, но Салент живет. ФНГ нажал смок, пошел искать Салента, вардов там нет, но вряд ли он его увидит, и смок уже выходит Салент. Все, он подождает визажа, думал его убить, скорее всего. Но уже надо отходить. 5-2 становится счет. Для Эмпары этот ганг был просто разрушительным, то есть стояли, спрятались в смоке, но потом выяснилось, что не готовы они убивать бессмастера пока что во второй раз. А он еще и ультимейт умудриется получить, как только прилетел. Теперь уже Гирокоптер стоит на миде. На топ выходит Никс, надо получать быстрее вендетту. Ну и на топ перемещается и Атал Дивар. Резолюшн пока что только Пауэртрейд себе собрал. Так, здесь что-то, что-то сейчас будет. Не хватает маны. 9 маны не хватало хвостов, хвост. Он мне сэш так и не нажал, но и остальные просто посмотрели, что здесь происходит. Разошлись. Так, ну я думаю, пора переключать. Смотрим на Торс. Салент, первый по Нетворсу. 1-0. 0 у нее счет. Вышка здесь пока что не доломана, но доломать можно всегда. На втором месте Луна за Экси, у которого 2-1-2 уже счет, он удачно испортил первый Эклипс. А по графикам все выглядит примерно так. 500 по золоту Эмпайр, ну и у них же тысяча по опыту. То есть, несмотря на то, что счет 5-2, Эмпайр все неплохо. Приходит, начинает бить вышку. Посмотрим, получится ли с ДНС, прилетит ли кто-то еще. Здесь уже, как мы видим, приходит Визаж. Постреливает Гирокоптера, его замедляет. Вышка добивает в итоге от Олдивар, ну и надо разбегаться. Здесь бестмастер на Хейсте, который всегда может накричать на кого-то. Лучше не подставляться. Магу прилетает Баклер. А резолюшн возвращается обратно в мид. Надо продолжать фармить свой форстав. Чем быстрее форстав появится, тем увереннее себя резолюшн будет чувствовать. Вот уже стаф Физзер появляется. Я удивлен, что бестмастер пока вот только-только получает он седьмой, но пока с лейной никуда не перемещается. Сейчас можно лейн немного отпушить. Придет к нему Рубик. Рубик действительно несет смок и побежали. Пора реализовывать Prime Aurora. Не зря этого героя брали, не зря его ставили на соло лейн. Но здесь стоит OneScore. OneScore просто стоит и ждет. Достаточно давно стоит, судя по всему. Так. Визит одного, визит другого, принимается, бежать, вызывает. Вызывает своего питомца бестмастер. А Crystal Maiden здесь уже не видно. Напомню, по отдельности теперь можно вызывать что птица, что кабанчика. Ну и выходит в итоге Power Rangers выходит на мид, они себя ощущают достаточно сильными. Есть Eclipse, есть Prime Aurora, кто выйдет, получит. Но приходит Crystal Maiden и с одной кнопки всю эту компанию разгоняет пока. А Dark Seer в то время просто перерезает. Заходит за вышку и оставляет хвоста без крипов, заставляет его все это дело танковать. Просто летает на базу даже. Dark Seer там остается один на один с вышкой, начинает вышку просаживать. Скоро даже добьет и скоро в принципе появится Мека, то есть сейчас он добьет эту вышку и Мека будет готова. Десятая минута. Добить бы, но это бестмастер, с ним шутки плохи. То есть скорее всего будет Дена сейчас. Дена вышку. У Dark Seer вроде все готово уже. Смотреть. Рецепт на Меку? Действительно. Третий он по фарму Мак, то есть саппорты. Саппорты Power Rangers они перемещались между лейнами в разные стороны, но про Dark Seer совсем забыли. Dark Seer выходит богатый. А хвост пока просто фармит свой барабан. То есть хвост тоже пока не слишком страшный. У меня слэш конечно есть, пока он ни разу не использовал. Пытается все поймать мага, пытается поймать Dark Seer раз за разом приходит Рубик на нее смотреть, приходит Визаж на нее смотреть, но маг ведет себя очень осторожно, не подставляется пока. Таншилл надевает. Ну и сразу же отходит, ждет следующий крипейв. Там же можно будет продолжать. То есть пока что особо агрессивных боевых действий никто производить не хочет. То есть кто-то Мека фармит, кто-то что-то еще. Визаж фармит медальон, хвост хочет доделать себе барабан сначала. И посмотрим, что появится дальше у Луны. Луна как еды боевая. Тоже барабан делает. Вот, куда барабан они с хвостом барабанят. Полтысячи до Форстафа. Так, ну и надо выходить. Там идут пинги. Бейсмастер хочет, чтобы Дарксир попался к нему в рейндж. Робик тоже стоит. Очень много времени сейчас тратить саппорта. То есть очень много опыта, очень много фарма. Они не получают. И особо так они ничего с этим и не сделали. То есть Дарксир так и остается. Дарксир продолжает стоять на фрифарме. Такие вот странные моменты. Здесь Смок от Эмпайр. Они похоже подозревают, что саппорты посиживают сейчас гирокоптера. Гирокоптер тоже ведет себя аккуратно. Приводит сейчас к себе саппортов. Но рядом никого нет совсем. Ост на меде. Здесь же бисмастер. Ост даже через вышку уже прошел. Показывается наконец саппорт и господа в Смоке понимают, что драка-то на меде. Прилетает Сайлент и как-то он попался под все сразу одновременно, но сейф пошел. Отличный сейф. О том, не слэши спасли. Спас Резолюшн. Сайлент успевает нажать с Ультимейт как минимум. Ну а дальше? Дальше сбегает вся команда Эмпайр. Если визаж начинает воевать с Резолюшном, Резолюшн получает точную много урона. Подвернулся ванскор, ванскор уничтожен. Приходит маг, маг дает сам себе Мекку. Ставит здесь Волов Реплика Флай. Отражает обратно Солос Самшн в того же самого визажа и маг этого визажа просто прожигает, убивает. Загернал тем временем зарезал Никса Сайсна. Ломаются деревья. В общем-то здесь какой-то просто полный коллапс происходит. Навышка, похоже, что достается все-таки команде Power Rangers. Очень неудачно прилетел гирокоптер, то есть если бы гирокоптер летел на Сир-2, они в гуще событий, похоже, не ожидал он, что там столько народа, либо думал, что сейчас они возьмут и просто всех убьют. В любом случае этого не произошло. 1300 луны уже. Посмотрим, будет ли делать Доминатор, либо сразу купит Blacking Bar. Blacking Bar здесь действительно пригодится. Очень много магического урона, то есть это и гирокоптер, пока он не стреляет так сильно флакеном, сильнее стреляет Рокет Баражем, сильнее накрывает своим ультимейтом, но и это от Уолдивар, который будет просто сжать свой Сайенс Эклипс. Конечно, пока 8-го Резолюшн. Чем дальше, тем будет хуже. Хуже для луны и в плане урона, если он будет прибегать в Тимфайт и Эклипс пытаться давать на всех сразу одновременно. Так, ну что, смотрим график. Эмпайр потеряли они очень много, было у них преимущество, но это преимущество потеряли, поэтому приходится до Флай. Виндейте рядом у вас, короче, в смоке. Сентр-вард поставили, сразу же видит Никса, Никс приходит, он еще и сайеншилм и поэтому визаж даже сделать ничего толком не успел, сажает он Фомляров, наконец, луна гонит этого Никса Сайсина. Очень неприятная ситуация, сейчас возникло, чуть было не погиб по Усуан Флай, но приходит Дарксир и начинает молчить все поправлять. Сажать больше нельзя Фомляров, Флай погибает просто из-за Фомляров и здесь уже Бестмастер, Бестмастер покричал на мага-маг, подтягивает всех поближе к себе, убивает, между прочим, предсмерство Рубика, а Бестмастер гонит Ван Скоро, Ван Скоро его морозит, рядом еще и Фомляры, приходит еще и Хвост, и Хвост оказался здесь в очень во время и много золота заработал. Сам летит сразу же на топ, у него второе мне слэш, можно было попробовать нажать барабан и убить Сайлента мне слэшем, но решил, что не дотянется. У Сайлента есть уже доминатор, он уже делает себе огромные стаки, потом эти стаки зафармит. Здесь уже пошли Фомляры, находят здесь все это хозяйство, то есть можно будет подловить Герокоптера либо убить его Крипа здесь. Как раз Креп мечется от Фомляров, погибает. Так, ладно, графики, давайте посмотрим, здесь в нуле все по золоту, ну и по опыту тоже в нуле. То есть как-то так. Сити попался, Никсу, Никс пришелся, иногда его продамажил, приходит еще и Резолюшн. Бесмастер здесь аж троемок ружили убивает. Вылетает куда-то визаж, давайте подождаем его. Как раз должен был сделать здесь так. Очень неприятно, скорее всего, Power Rangers, что он в такой момент вылетел. Ну и, как я считаю, сейчас Power Rangers должны что-то делать, то есть им надо собираться все вместе. Прямо Рору скоро откатится, но надо ждать респаун уже Бесмастера, конечно. И у них есть второй Eclipse, у них есть второй мне слэш. То есть все готово, разу, что Мекки нет. Вот она, Мекка лежит у Бесмастера, самого Бесмастера нет. Такой вот момент. А в остальном можно спокойно ходить по вышкам, то есть они готовы навязывать сейчас драки, готовы эти драки выигрывать. Конечно, есть Silence, его вторым мультимейтом есть Resolution. Resolution еще достаточно долго, до 11-го. Empire сейчас должна делать все возможное, чтобы в пятером Power Rangers не собирались. Вот, кстати, рецепт на Black & Bar уже есть у Луны, есть Agro Club. Как-то пока что нет известия от визажа. Надеюсь, затягивается у нас здесь это все не будет. Итак, в принципе, мы немного опаздываем по расписанию, но надеюсь, все не так сложно там. У нас уже были достаточно долгие матчи из технических проблем. Ну, на самом деле сложно сказать, чем-то скоро все закончится. Как видно, Empire было большое преимущество, у них неплохо фармил Dark Tear. Сейчас прилетал Герокоптер на мид, Герокоптер погиб один раз, его осадили по фарму, его стаки нашли, то есть у него нет плана Б на случай, если все пойдет не так, и в то же время Power Rangers себя чувствуют более-менее уверенно. У них сейчас появляется мег, у них ауры есть. Давайте посмотрим, какого уровня. Второго уровня, третий даже, Inner Beast. Давать себе будут Vision птицы Бестмастера, и возможно, даже кого-то будут находить, убивать, а потом уже ломать вышки. То есть у них сейчас очень удачный тайминг, то есть единственное, чего не хватает, скорее всего, это Blacking Bard для Луны. Но я не думаю, что это критично, то есть Луне можно вести себя просто аккуратно. Быстро бегает Face Boots, барабан у ней. Не стал делать Power Threads. Стоял на меде, ему важнее было выворачиваться от ганков и так далее. Догоняясь просто. У Resolution есть Forstaff, но следующий слот у него появится не так скоро. То есть пока он накопит на свой Sidewise, некоторое время пройдет. То есть сейчас буквально следующее... Хватает на Угроклаб, конечно, Silent, но это не сильно спасет. То есть следующий, буквально минут пять у Power Rangers есть какое-то небольшое преимущество. Такое вот окно для того, чтобы ломать вышки. Если они им удачно воспользуются, то... глядишь, пойдет у них все на поправку. Ну и сейчас, в принципе, пока не все так плохо. Медалька готова, то есть как только пару вышек сломали, создали себе пространство на карте, кого-то убили, Рошана всегда убьют. Притом, убьют очень быстро со всеми аурами, со всем минсармором. Минсармор здесь только с медальки, конечно, минус шесть, это тоже достаточно. Как-то... визаж, похоже, на совсем у нас пропал, что было бы очень грустно. Но, к счастью, это у нас последняя серия на сегодня, блин, то есть нас никто больше не ждет. Но я не думаю, что получится переносить, если совсем такие большие проблемы. Конечно, можно будет пообщаться, сделать завтра три серии. Но я думаю, завтра зрители просто не выживут столько смотреть. Спрашивает уже, флай. Нет связи, просто взял и человек пропал. Подождем, пару минут, действительно, там будет видно, то есть, либо... Я не думаю, что 4 в 5 стоит им говорить, играть, не очень хорошо. Можно будет сделать загрузку, как-то попробовать, но посмотрим. спрашивает про часто использование хвоста. на самом деле, действительно, странная ситуация, я это уже озвучил. Но каких-то у нас ограничений на это нет, то есть это уже от команд зависит, как они договорились. обсудили, что ему не заплатят. возвращается. Отлично, здорово. Я уже начал волноваться, на самом деле, что сейчас у нас здесь все будет продолжаться до 5 утра по Москве. Но, к счастью, нет. Гоу. Давайте продолжать. Рисуется. Хитрый план. Прогружается визаж. Ну и можно будет уже сейчас продолжиться. Лагает. Гоу. Все. Визаж уверен в себе. Стак он, конечно, не успел здесь сделать, но не беда. Там есть вражеский стак, достаточно вкусный, то есть, если что, можно его будет разобрать. Кристалмейдом. Похоже, заметил он птицу, здесь птица погибла в кустах. Кстати, навряд ли был вижен. Не факт. Так, барабан нажали, побежали. С разбега убегают, а здесь вышка. Никто этого не ожидал. Герокоптер, само собой, уже катапультировался отсюда. Эвакуировался. Герокоптер уже фармит свой стак, то есть, вот так вот они обхитрили. Знают про стак, конечно, Power Rangers, но с этим ничего не могут сделать теперь. Теперь они побежали на топ. Невозможно, успеет еще и топ сейчас за Дефт Импер. Сейчас мы узнаем. Большой вопрос, смогли они это сделать. А, Резолюшн пришел, говорит, ребят, пойдемте на Рошан, зачем мы здесь бьем каких-то драконов, там динозавров. Не очень интересно, так Рубик ставит паузу. Вардов здесь в округе нет, то есть, информации нет совсем. Есть только фамильяры. Уже рисуются хитрые заходы. Влетает опять в визаж. Печально. Очень печально. Пост купил уже поинт-бустер себе. Скоро поедет, загоним у него. Ну, визаж вроде что-то делает, то есть там перезагружает свои роутеры и так далее. Беларусь. Вот такое вот объяснение. Вроде готово. Ну, давайте. Давайте смотреть. Летят фамильяры, как я понимаю, в сторону Рошана, в сторону стаков. Хоть что-то да найдут. Находят. Действительно, да, убивают Рошана. Убивают еще и одного фамильяра, 100 золота лишних для резолюшна. Прошла Кристалмейдна. Убивают еще птицу Бестмастера. В общем, вовремя. Но сейчас что-то будет. Здесь Никс пошел, находит он Рубик и находит Луну. Понимает, что в одиночку он здесь не справится, поэтому надо убирать всех. Из Рошана, так, Луна, Стан. Все-таки дает и Стан. Приходит Хвост, дает своем нестальщик, очень много урона, тем не менее, дает Меку. Стенку поставили, задает иллюзию Луны, но погибает первым Флай. Эмпаро здесь навряд ли уже что-то сделает. Мека в кулдауне. У Оф Реплика у них больше нет. Саппорты мертвые. Вот так вот. Не затейливая, Рошан достается сейчас Пауэрэнджерс. Опять ставит пауза, опять, похоже, влетает товарищ. Похоже, у нас продолжается сценарий. Именик Блака. Были такие же проблемы у нас матч с командой Рокс Кис, что вылетал. Капитан команды у них вылетал весь матч и в итоге они там играли, просто он расшарил контроль, то есть за него кто-то бегал. Закончилось все это достаточно плачевно в итоге. Эмпаро, я думаю, пора разбегаться. Рошана они упустили. Очень вовремя собрались здесь. Все продумали. Пауэрэнджерс. Здесь еще и стак не добит, то есть можно после этого еще и стак будет забрать. Герой Коптер станет совсем бедный. Купил он, покажется, себе Эмфрилхаммер. Думал, что сейчас будет драк, что можно будет пострелять во все стороны одновременно. Ну да, драки здесь даже дело толком не дошло, просто саппортов потеряли. Бесмастер смог, то есть можно будет попробовать как-то обижаться по хитрому зайти еще. Ну как минимум вышка на топе. Вышка на топе осталась Эмпайр, то есть как минимум вышку не потеряли, в следующий раз можно будет задэвить, но большой вопрос, смогут, ли. Сейчас Power Rangers очень много они по обоим графикам должны получить. По ресурсам, то есть это опыт с Рошаной и золота, плюс еще есть таки, если будут они их убивать, ну плюс возможно кто-то еще подвернется. Вроде вернулся, надеюсь перезагрузил там свой компьютер, как у нас с габлаком было, что вылетал целый час, потом перезагрузил компьютер и все стало здорово. Никто такого не ожидал. так. Смотрим. Извиняюсь, визаж, но не в чем его винить, нам технически проблем бывают. Так, гирокоптер, гирокоптер запускает ультимейт и, похоже, визаж опять вылетает. Все совсем сложно. Проблема. Большая проблема. Затягивается у нас первый матч, уже можно сказать полвторого ночи. Мне кажется, надо визажу просто дать буквально минут пять, чтобы он сходил себе и все перезагрузил, все проверил. Возможно, позвонит провайдер, правда, конечно, в такое время мало кто-то, что в меня его скажет. Видно, что Сален запускает свой ультимейт, не хотят они отдавать Рошана, есть еще и Сантиклипс, то есть можно попробовать влететь просто на крысьях с Антиклипсом, учитывая, что ХП здесь не так много. У людей. Но кто туда влетит, тот, скорее всего, первый погибнет. Праймурор есть, то есть стесняться Power Rangers здесь точно не будут. То есть либо сейчас будет какая-то суицидальная попытка захватить Рошана, либо же Аегис просто достанется товарищам Рейдентам. Похоже, в этот раз все дольше. Пожалуй, самые долгие паузы у нас в этом матче намещаются на протяжении всего турнира. Он скоро летит уже на помощь, он скоро живой. Куда у нас летит? На Бот Тауэр. На Тир-1. Если, в принципе, если успеет саппорта прибежать, вот бежит уже и Флай. То есть если что-то завяжется, можно, конечно, попробовать. Уже Крист Мэйна вылетает. Ладно, давайте пока просто послушаем музыку подождем, но там уже, если что, вернемся. музыка. Звучит музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжаем отжимаем Мы defer rates from Roshann Вura на resolvingische появилось Достаточно хорошее решение От по уронов если начали про pharmacy Давайте продолжать, но здесь пошло, полетело Здесь уже все ультимейты свои прожали, уже убили Убили салента Убили креста Мэйдена, луна потеряла Эггис, но На резолюшном покричали и просто водорезала Не, он проходил Уонафлай, но рядом с ним Был его друг Мак И вот Мак, похоже, здесь пострадает Отличная тройность, там, между прочим, но Мак все-таки погибает Минус 4 Минус 4 сделали, потеряли только Эггис и Пауэрэнджис Это при том, что визажом кто-то управлял И он при этом еще и птиц всех посадил И при этом еще и повливал, там еще Каким-то арктира добил Контроль Ну, контролировать себя можно, то есть Раз игрок не возвращается, буду так играть В принципе, я только рад, что такое решение приняли Потому что не совсем понятно, когда товарищ Собственно, reconnect Посмотрим, что будет со следующим матчем То есть, возможно, еще какой-то стендент сейчас объявится У нас здесь сегодня примерно-таки весь день Такие неприятности с заменами Луна наконец получает свой блокимбар И расходится, уводит визажа постепенно Так, визаж, подставили его Как-то здесь просто взорвали Фамиляров бы увезти, было бы замечательно Фамиляров пытаются отводить Но действительно отводят Как минимум, фамиляры живут Ну и посмотрим сейчас, как Как это скажется на игре команды Power Rangers В принципе, у них уже преимущество Ох, как здесь все здорово Прямая линия, это наша долгая пауза Тем не менее, сейчас Тысяча четыре где-то они преимущество получили И примерно Даже больше пяти тысяч по опту То есть, они здорово подрались Они при этом еще и Рошана убили Не совсем понятно, зачем Эмпиар туда сунулись вообще, в принципе Ну и можно продолжать по накатанному 40 секунд до следующего эклипса То есть, можно собирать всех, приводить Мека есть, все готово Отлипли все кулдауны Доступен второй мне слэш То есть, можно продолжать Сейчас хвост только доделать себе аганим А дальше уже Делать техники Для Эмпиар все выглядит достаточно печально Несмотря на то, что их пятеро Power Rangers играет в четвером Рубик, между прочим, с анти-эклипс Собрал Рубик Кулдауна недоступна Сейчас было бы здорово подраться То есть, постепенно забывают Он спел Посмотрели, похороняли хвоста Тот докупает себе аганим И пора набегать Луна здесь пока что набегает в одиночку Как-то похоже в одиночку Она просто сейчас Вышка этой сломает Так действительно происходит А все остальные пытаются Что-то сообразить на миде И вот он возвращается в визаж Обнаружил сейчас себя здесь В кустах с крипами Так, вроде все Контролирует себя Сейчас ему скажут Расшарить контроль Скорее всего на такие случаи Он пытается понять, что происходит Все, сориентировался Птиц подтянул Огрок лапку пил Осталось мид задефать Но мид задефать Это не проблема Ну а здесь на топе Луна так и продолжает свое шествие То есть, никто никого не прогоняет Как-то ходит Эмпайр Просто собраться они вместе Пока не могут Хост уже получает огонь Здесь пошла инициация Приподняли мага Чтобы он не напал на мидзажа Визаж Дает замедление Плюется в кристалмейд Пролетает Пролетает хост и пошел прыгать С вами вам не слышим Маг погибает первым Праймурор мне ждали На перехват Выходит луна Авиторезолюция Но одна драза Она там не хочет То есть, нужно ждать подмогу Эмпайр тем временем Пытались сплитпушить Чуть-было не сломали Тир-2 Но уже здесь Зэкси Как минимум Эмпайр С вами сплитпушим Отстояли Свои Тир-2 Тир-2 сейчас Пушить никто точно не пойдет Так, летит следующий слот Нет, это Это варды Тем временем на луну Здесь напали Пришел флайн Ультимейт гирокоптер Накрывает Зэкси Несмотря на виндета ганг Все-таки луна выживает 2-900 он Товарищи без мастера Видит он дабл дэмэдж Забирает его бутылку Ну, большой вопрос Что сейчас будет покупать Будет ли это Пойнт бустер на Аганим Либо же купит себе Что-то вроде блинка В принципе он и так Дотягивается С Аганимом Дотягивается Будет еще уверен Ну и плюс полезные статы Статы всегда Полезны Это действительно Пойнт бустер Ну а здесь Тир-2 продолжает Проседать То есть Эмпайр С вами сплитпушим Очень сильно Угрожает Так, фамилляры Не получилось заданать Буквально чуть-чуть Урона не хватило И очень интересно Что будет дальше Пока что Эмпайр Несмотря на то Что они приседали По боевым графикам Пока что Они игру успешно Затягивают Появляется Наконец-то Блокимбару Салента У гирокоптера Хвост пока что Развлекается Здесь с Матголем И робит По лесам Я думаю Скоро уже будут Какие-то нападения Полетела птица Полетела Давайте вижен хвосту Видит Эта птица Резолюшна А хвост Видит Кристалмейден И недолго Думаю Ультимейт Сегодня на нее Жмет Саппорт Они убили Видимо считают Что это Достаточное Основание Для того чтобы Просто Пойти сломать Тир-2 С этой стороны Опять пытается Сплитпуш То есть Салент Соло Своим флайм Постоянно На ботлайне Но пока Они там Не угрожают Не угрожают Базе Поэтому Тир-2 падает И возможно Даже дальше Пойдут То есть Все готово Есть и Эклипс И прайм Рор То есть Кто полезет Сейчас спасать Базу Тот Очень сильно Напросится Рады что Мне слэш Сейчас нет Так Пошел Кулдаун Хвост Прячется Свой Дайдфири Вышку продамажили Будет ли продолжать Большой вопрос Сентри Вард Здесь стоит То есть Сейчас Он просто Мутли Лейтникса Нажали Смок И хотят С разворота Что-то здесь Предпринять Вот он Забегает Никса Сассина Никса Сассина Выводит Хвоста Из смока Здесь уже Видно Всех остальных Похоже Больше нет Просветки Стан Еще один Стан Все Блокимбар нажали Все здесь Просто схлопывается Какой-то коллапс Происходит Робик погибает Первым Терм погибает Бессмастер Наконец-то Дают Дают Эклипс Ну и особо Должного урона Это так не нанесло Импайр Не потеряли Никого Совершенно В живых Пауэрэнджер Состоится Только луна Только хвост Луна пытается Бежать От гирокоптера Но гирокоптера Ракета не вкачана Скачает Мясные Плюсики Квастомец Тема откатился Вмне Слэш То есть Сейчас Может Попробовать В одиночку Кого-то убить Очень удачно Получилось Что поставили Сентри Вард А Сентри Вард Оказался В ренджей Вышки Если бы Такого не было То Все Получилось бы Совсем иначе Но так как мы видим Дарксир Просто дает Свой вакуум Туда Дает Ультимент гирокоптер Дает Сантиклипс От Стиклипс 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 Приходит Джиггернаут Пошел по всем Скакать Там есть Меха И Джиггернаут Теперь самому Придется 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 Лейтфири ТП Осадили Эмпайр Сейчас Белорусскую Команду Осадили Достаточно Серьезно Показали Первые Пожалуй За игру Показали Свою комбо Свою комбинацию Под лаком Все это АОЕ Нажали Ну и как видно По графикам Ну вроде бы Уверенно Заходили То есть Вышка здесь Действительно Битая И в следующий раз Если кого-то найдет Хвост Кого-то убьет Со своим Омни слэшем Можно будет Пойти и доломать Это все Но пока что Пока что Импайр живут К ним на хэгран Просто так не забраться Начинает Понимать Пауэр рейнджерс Скоро появится Рошан Так Бринг Бринг готова Суэнфлай Нападает Нападает на бисмастера Он достаточно плохо Нажимает Мега все еще живет Форстаф им дали Как-то он в сторону Отпрыгнул Покричал На Сайлента Сайлент пытается Прохиливать Успевает он Нажать все Блокимбар Ну и пора бежать Здесь уже и хилингвард Здесь уже и ты пара И в разные стороны Кристомейден погибает Первый Сайлент пытается бежать Бежит достаточно успешно 5 секунд до Омни слэша Хвост продолжает погоню Омни слэш Но я думаю Не пожалеет Потрасил Омни слэш Убивать одного Да еще и второго Радо что Олс вон флай Не убил Можно продолжать Пока же спать корпус Но хвоста это не смущает Приходится тратить Виндетту Хвост живет У меня 30 секунд осталось Кстати по пути Там кто-то убил курьера Притом вот здесь Я понял Это был резолюшн Ну и сейчас можно продолжать Доламываться Лейн отпушивает луна Возвращается обратно Резолюшн Пока нет Дарксира Пока нет гирокоптера Здесь бояться Просто некого Нажали меку Хилингвард еще есть То есть сейчас скорее всего Барак уже Будет падать Подцепили кристомейд Влетает Никс Да и сустанет Замечательный стан Всех подряд поставил Санит Эклипс Рубик отпрыгивает Суровал успел Моноберн Здесь уже прогоняет Маскор и уже В сторону добивают Дарксира Бежит торопится Бежит торопится Дал замечательный Шиваком Но никакого фоллоуапа То есть О, приходит Приходит гирокоптер Накрывает Амбестмастера Приходит луна Погибает В ответ Ну и здесь Пытается бежать Джиггернаут Вроде отбились А вроде бы Сторону все-таки Потеряли То есть Эмпайр Все выглядит достаточно Плачевно Однако Дарктир Собирается Это вайс Да и гирокоптер Есть демон Эдж То есть В принципе Потенциал Конечно есть Но Пока что Основание Полагает Что сейчас Будет какой-то Камбэк По графику Не так много Так хвост Находит Порезал Пару раз Руки Очень быстро Гирокоптер Пробегает К своим друзьям И сейчас Хвост Будут убивать Приходит Рип Фомиляра Начинает Все это дело Станется Достаточно Больно Продамажили При этом Хилинг вар От хвоста Сайта Вайс Получает Форстав В ответ Вар Там как-то Забыл К себе Подтянуть В итоге Вард Убивает Крипы Рядом Никс У него Блинкдаггер У него Вендетта Там Пошел Они пытались Что-то Сделать Пора Расходиться Так Ну что Графики Обещаю Показать То есть Вот здесь Это отбились Первый раз На хэграунде Отбились Первый раз Дали немного Времени На размышления Эмпайр Команди Пауэренджер Но Пауэренджер Свернулись И стороны Все-таки Сломали Ну это примерно Такая же Картина У нас По опыту То есть Больше 5000 Пауэренджер Есть преимущество Преимущество Ну не так и много Учитывая Какая ситуация Здесь на карте Но стороны Они все-таки Успели сломать Пока Гирокоптер Не такой Страшный Огоним Бестмастера Огоним Соответственно Ее вызажают Все мы уже Прекрасно видели Просто тоже Огоним Уже доделают Баттерфляй себе Ну и Рубика Форстаф Гем Здесь конечно Есть сайта Вайса Есть мека Есть даже Два сайта Вайса Еще и Резолюшна Артефакт В наличии Так Никс Как-то вышел Поставил крипов И ушел Надо собираться Опять все вместе То есть Лейны вроде бы Отпушили Сильные крипы Здесь идут Радо что На топе Неприятности В этом плане Прогнать Салент Ну и По бот Лейну Можно пройтись Здесь крутится Саппорта Как раз С гемом Видит Никса Никс упрыгивает Форстаф Пока что Не тратили Форстаф Дает Рубик Дотянется ли Прячется Никс Копает Из кустов Испугались Видимо Испугались По оранжеру Что будет Какая-то поддержка Поддержки Нет Так Приходит маг Смотреть на бестмастер Дает им сайт Ивайс А сам маг Уже страдает О том не страшно И все-таки От него погибает Праймурор Нарезалишена Но надо уже Отходить Потому что Здесь и гирокоптер И сайт Ивайс Получает Бестмастер Бестмастер Все еще живет Прожимает себе Мекку Все еще живет Но все-таки Добивает его Последний Маркейнербом Как-то разделились Пауэрэнджерс У них как-то Не получается Собраться Все вместе Хоть и не такой Сильный спидпуш Тем не менее Раз за разом Это все происходит Ну и сейчас Похоже Попадется Луна Прилетает Флай Дает Стал Луне Пытается Помочь Робик Пытается Помочь Визаж Луна Дает Свой Эклипс Эклипс Расходится Под крипом Ну и надо Улетать Скоро Закончится Дакимбар Успевает Все-таки Влететь Буквально На десятки ХП Летят Жавлины То есть Это уже Манки Хинбар Для Сайлента Ну и сейчас Одна удачная Драка Для Эмпайр Они Все свое Преимущество Отыграет Обратно Надо конечно Постоянно Ходить На мид Надо Постоянно Деф Надо Отпушить Крипов Собственно Этим Сейчас Занимается Дарксир Так Хрис Майдан Морозит Хвостах Хвосту Дали Вижн Он Полетел Там По всем Прыгать Прогоняет Никс Осасина Крус Нарезает В итоге Достается Ему Аегис То есть Он Забирает Аегис И здесь Всех В итоге Так И Вау Рейнджерс Разбирает Пришла Еще Луна Помогла Добить Гирокоптера Нажимать Вемеку Здесь Никс Вместе С Дарксир Но рядом Крипы Можно Просто По ботлейну Продолжить Так Стану Жагернато Ломает Сразу Живушка Пока Нет Гирокоптера Пока Нет Аттол Дивару Сейчас Страна Гарантированно Пойдет Я не думаю Что Успеет Задейф Эмпайр Все-таки Похоже Не успеет Вернуться В этот матч Чуть было Не забрали Здесь Рошана Но Очень быстро Мобилизировались Пауэр Энджерс И падает Первый барак Сейчас Уже Добит Второй Можно Перетянуться На топ Но на топе Еще одна Вышка То есть Дальше Надо Ломать Уже Строго Эншент Этим Уже И занимается Летят Глэвы Вышки Выпадут Достаточно Быстро Так Разгоняется Маг Готовится Давать Вакуум Сразу Все Разбегаются В разные Стороны Рожатый Хвост Стоит Никого Не боится Он Нажимает Пвп Луна С гирокоптером С этой стороны Все накрывает Резолюшн Все стягивает Арктир Луна В итоге Выигрывает Это Пвп Но Погибнет Похоже От вышки Сейчас Уже Эншент Потеряет Так Ну что Это был Первый Матч Надеюсь Не будет У нас Больше Проблем С долгими Паузами Прям Немного Сбило Это Все С толку Ну и Сейчас Продолжим То есть Буквально 10 минут Перерыва Будем смотреть Второй Матч Посмотрим Отыграют Ли Импайр Продолжение следует